Всем привет! В эфире Матрица. Первая в Центральной Азии молодежная программа, рассказывающая об интернет-сервисах, гаджетах и людях, которые все это придумывают и используют. В студии Алена Цихоцкая и Даниил Ардаутов. Смотрите сегодня в программе. Интернет для транспорта или кто, как и зачем следит за автобусами, выясняла Алена Цихоцкая. Друг или враг в кармане, опасности мобильных телефонов и правила безопасности изучал Олег Болдырев. В нашей программе всегда, несомненно, все самое новое и интересное. Вот и сегодня будет много всего. Однако начать предлагаю с наших матричных интернет-новостей. Ведь в интернете каждый день происходит столько всего, что не всегда уследишь. Мы поможем за всем уследить и быть в курсе. Рубрика новости. Мы начинаем. Компания Lenovo разработала самый тонкий ультрабук в мире. Новый ультрабук от Lenovo имеет диагональ 3,3 дюйма и толщину 9,7 мм. Он почти вдвое тоньше популярного MacBook Air, который долгое время считался самым тонким ультрабуком и по толщине соответствует современным смартфонам. Вес ноутбука всего 990 граммов. Каркас моделей выполнен из магниевого сплава. Помимо мощных характеристик, ультрабук оснащен встроенным модулем GPS и камерой с возможностью распознавания лиц. Владельцы iPhone утопили свои гаджеты. Многие пользователи, установившие на свои яблочные гаджеты новую прошивку от Apple iOS 7, стали жертвами розыгрыша. Они поверили рекламе, в которой говорилось о том, что новое программное обеспечение сделает телефон водонепроницаемым. Мол, при попадании смартфона в воду специальная умная программа отключит все системы устройства, что позволит избежать повреждения тонких схем. Народ решил сразу же проверить это на практике и был разочарован. А один пользователь даже написал в Твиттере «iOS 7 не делает телефон водонепроницаемым. Теперь мой смартфон на дне реки». Facebook разрешил пользователям редактировать посты после публикации. В популярной социальной сети наконец-то появилась возможность редактировать опубликованные ранее посты. Эта опция была добавлена на сайт социальной сети, а также в мобильное приложение Facebook на Android. Ранее для того, чтобы внести изменения в пост, пользователи должны были удалить его, внести правки и опубликовать заново. Таким образом терялись все оставленные под постом комментарии и все заработанные лайки. Из-за сбоя в Google Talk сообщения уходят не тем пользователям. Известный мессенджер от Google дал сбой, который привел к тому, что сообщения некоторых пользователей уходят не тем адресатам. Сбой произошел утром 26 сентября. То есть пользователь А разговаривал в чате с пользователем Б, при этом сообщения стал получать пользователь В. И число участников такого разговора могло увеличиться до пяти человек. По некоторой информации переписка иногда уходит даже не включенным в контакт-лист людям. Компания Google пообещала исследовать и устранить проблему в ближайшее время. А еще больше самых интересных новостей на нашем сайте matrixdfc.tv И, конечно, подписывайтесь на нас в Твиттере. Вот ссылка. Вот мы привыкли, что смартфон – это наш самый главный помощник. Конечно. Я даже когда спать ложусь, его рядом кладу. А вот и зря, между прочим. Теперь телефон и убить может. Чего? Ты что за глупости говоришь? Ничего не глупости. В интернете много подобных фактов. Вот, например, один из недавних случаев. iPhone убил китаянку током. Информационное агентство Синьхуа сообщило о том, что 23-летняя девушка погибла от удара током во время разговора по своему iPhone 5. О случившемся рассказала сестра погибшей в своем микроблоге. По ее словам, девушка погибла от сильного разряда электрического тока, начав разговор по телефону, который стоял на зарядке. Местная полиция пока не подтвердила, что причиной смерти мог стать смартфон Apple. Лишь констатировала факт смерти от удара электрическим током. Некоторые эксперты уверены, что сам смартфон не мог стать причиной смерти, так как 3-5 вольт недостаточно для того, чтобы причинить хоть какой-то ущерб здоровью. Но, вероятно, дело может быть в поврежденном блоке питания или кабеле. Блин, не буду больше даже iPad в руки брать. Да ладно, Даник, не все так плохо. Но какие еще опасности для человека таит в себе обычный телефон, предлагаю узнать из сюжета Олега Болдырева. Каждый год от сотовых телефонов в мире погибает множество людей. Мы не будем рассматривать несчастные случаи, а становимся на том, что мобильник может взорваться, убить током или же вызвать тяжелую болезнь. Однако, вопреки этим опасностям, люди проводят с мобильным телефоном даже больше времени, чем со своей семьей. Мы едим с соткой, путешествуем и даже спим с ней. Не говоря уже о том, что берем ее в не совсем подходящие места. Например, известный клоун Мурат Матурганов не расстается со своим карманным другом даже на арене. Был случай один раз, когда я вышел из дома без телефона. Это все, это как без рук. Мне пришлось вернуться через час и взять вновь телефон. Поэтому я не вижу свою жизнь без телефона. Когда я веду мероприятие или веду на телевидение какую-то передачу, всегда в кармане. Страсти вокруг мобильников подогревают и байки из интернета. Мобильник используют раз в 10 больше, чем требуется, и не по назначению. Так же, как и компьютер. Кто увлекся этим делом, получает удар по мозгам как в переносном смысле, так и в прямом. У сына моей подруги взорвалась Нокия, когда мы в ресторане сидели и тоже в кармане. Телефону два месяца. Но он не стал жаловаться, просто выбросил и все. Брюки прогорели, небольшой ожог. Так что будьте осторожны. Очень часто взрывающиеся смартфоны заряжают в автомобиле от прикуривателя через китайский переходник. Вот вам и результат. Но даже эти истории не пугают известного клоуна. Но мой не взорвался, у друзей моих не взорвался, поэтому я думаю, что это все рекламная компания других производителей. Но если Мурат полностью доверяет своему мобильнику, то специалисты относятся к соткам более скептично. В моей практике такого случая еще не было, чтобы аккумуляторы от сотовых телефонов взрывались. Что может быть, если неисправный аккумулятор, либо неисправлен сотовый телефон, а аккумуляторы как бы раздуваются и могут сломать корпус. Получается, бояться стоит распухание сотки, но никак не ее взрыва. Кстати, причиной этого недуга являются аккумуляторные батареи кустарной сборки. Избежать мобильной опухоли вам помогут простые правила обращения с аккумуляторами. Берегите их от огня и воды, а также от резких перепадов температур. Не допускайте соприкосновения контактов с металлическими предметами. И, конечно же, никогда не разряжайте аккумуляторы полностью. Вот и Мурат Мутурганов поделился личным опытом обращения с сотовым телефоном. Не разговаривать и не писать смски за рулем, потому что это действительно может привести к трагедии. Иметь всегда зарядное устройство, потому что, к сожалению, батарейки очень слабы у айфонов, и всегда надо иметь зарядное в машине, на работе, дома, несколько шнуров. Кстати, слухи о том, что мобильник может ударить током, вполне достоверны. Мокрыми руками нельзя брать зарядку по той причине, что на выходе из электросети у нас 220 вольт, а зарядка преобразует для зарядки сотового телефона 5 вольт. Если вас ударит 5 вольт, то вы этого не почувствуете, а если ударит 220, это может закончиться летальным исходом. Впрочем, самое страшное, чем может вас напугать интернет, так это статьями о смертельной опасности телефона. Точнее, вреден не сам мобильник, а электромагнитное излучение, которое от него исходит. Мне очень нравится, когда маленькие дети, грудные родители, чтобы ребенок перестал плакать, я часто это видел, дают телефон ему, он начинает играть, это неправильно. Потому что, ну ладно, понятно, взрослые, вы можете жертвовать своим здоровьем ради работы, ради денег, но когда ребенку давать просто, чтобы он заплакал, это вообще неправильно. Вот если родители часто смотрят, то я обращаюсь к ним, вот отлично, от моей просьбы, не надо давать детям в руки телефон. Кричит об опасности сотовых телефонов и Всемирная организация здравоохранения, которая вообще заявила, что мобильные телефоны могут вызвать рак головного мозга. Может быть, аутоаллергические заболевания, это уже страшные вещи. Это рассеянный склероз, когда человек вот так дрожит сегодня. Это же страшная вещь. Вот различного рода повреждения мозга, это склеротические, которые спайками сопровождаются и так далее. Вот так называемая поздняя эпилепсия возникает. Человек уже 60 лет, он стал эпилептиком, я нахватался. Сотовый телефон – это малогабаритный радиопередатчик. И максимальный выброс электромагнитного излучения происходит как раз во время сеанса связи. Сейчас массовое применение этого телефона, массовое. Эфир буквально загрязнен, электромагнитное загрязнение эфира. Мы в этом эфире купаемся. Но не все так плохо. На кафедре биофизики казну имени Альфараби была разработана чудо-пирамида. Или, как еще ее тут называют, вакуумный нейтрализатор аномальной зоны. Этот прибор как губка впитывает вредоносные лучи. Внутри находится специальный минеральный состав с редкими металлами и углеродом. А там находится в самой вершинке лакуумный генератор, соединенный с биологическими объектами, в частности, с бактериями. Фактически мы создаем другое пространство, как бы отодвигаем вот этот электромагнитный хаотический поток от вас, от меня. Там же при университете придумали и волшебную воду – гидроплазму. И если вы выпьете эту жидкость, то, по словам ученых, никакой электромагнитный шум вам не страшен. Впрочем, относиться к таким изобретениям следует осторожно. Между тем, западные айтишники не отстают от наших в сфере электромагнитной безопасности. Они изобрели защитные наклейки для мобильных телефонов под названием Wingward. Во время телефонного разговора эти стикеры блокируют радиоволны. Для этого необходимо наклеить Wingward возле антенны. Тогда вредное излучение снижается в разы. Видео про тараканов было вставлено не случайно. Ведь помимо людей, от электромагнитных лучей страдают и они. С начала 2000-х больших городов все заговорили в один голос. Тараканов не стало. Вроде бы радоваться надо. Исчезли, наконец-таки, разносчики заразы. Но сомнения гложет, что-то тут не так. Не могут насекомые, пережившие самих динозавров, просто так исчезнуть. Версий исчезновения была масса. В том числе и распространение высокочастотной сотовой связи. Старожилы города утверждают, тараканы никуда не делись. Они всего лишь ушли в подземелье. Подальше от всяких электромагнитных волн. Сейчас мы это проверим. Но, как видно, никакими тараканами здесь не пахнет. Но где усатыми не брезгуют, так и это в Алматинском зоопарке. Здесь их пруд пруди. Несмотря на то, что сотовая связь и тут неплохо ловит. С ними никто ничего и не делает особенного и так далее. Их и не травят, потому что это специально здесь сделано. Некоторые виды тараканов здесь были на экспозиции. Ну, естественно, на таракану святой одел убежать. Это же... Поэтому размножаются они очень быстро. О вреде электромагнитного излучения ученые кричат уже довольно давно. Однако при этом оно еще очень мало изучено. Поэтому панически бояться сотовых телефонов, конечно же, не стоит. Как видно, таракана в Алматинском зоопарке ничто не пугает. И даже вот этот вот мадагаскарский ведет себя очень спокойно. Но мы сейчас это проверим. Алло, это матрица? Вроде не боится. Даник, а вот ты давно пользовался общественным транспортом? Ну, давненько, и слава богу. Почему? Ну, спрашиваешь. Это же стоять на остановке по два часа, ждать свой автобус каждый раз. В итоге все равно всегда везде опаздываешь, потому что автобусы ходят абы как. Я могу тебе сказать, что с тех пор, как ты перестал пользоваться автобусами, ситуация сильно изменилась. В худшую сторону? Нет, в лучшую. Теперь, благодаря интернету, автобус уже больше не надо ждать по два часа на остановке. Однако даже интернет не всегда способен исключить плохие моменты. А что ты имеешь в виду? Сейчас обо всем расскажу в сюжете. В столице Казахстана, Астане, разгорелся очередной интернет-скандал. Столичный Акимат заблокировал популярный среди жителей города сервис Infobas.kz, помогающий отслеживать маршруты общественного транспорта. Сервис заблокирован с 1 сентября 2017 года. В воскресенье это случилось. То есть где-то за три дня до этого мы получили уведомление от того центра пассажирских перевозок, где было написано, что нужно подписать некий договор, где нужно говорить условия и стоимость предоставления информации ТОЛЦПП данному сервису. То есть иначе в течение 3-4 дней сервис будет заблокирован. То есть фактически в таком ультимативной форме. В итоге сервис все-таки заблокировали. А ведь Infobas'ом каждый день пользовались около 20 тысяч человек. Людям понравилось, что не надо долго стоять на остановке в холод и жару, ожидая свой автобус. О его передвижении и времени прибытия люди узнавали с сайта Infobas.kz или через мобильное приложение. Мы с удивлением обнаружили, особенно зимой 2012 года, в морозы оказывается, мы пошли статьи в интернете, и мы сами с удивлением обнаружили, что сервис пользуется популярностью. Люди нашли, урел друг другу передавали и начали пользоваться сервисом. После блокировки руководство сервиса пыталось выяснить причины у Центра пассажирских перевозок Астаны. Однако все время получало разные ответы. Сначала говорили, что нужно подписать некий договор. Самого договора они не представили, даже не назначали встречи по обсуждению этого договора. В дальнейшем они начали отказываться от факта блокировки. То есть говорили, что мы не блокируем как бы эту проблему сервиса Infobas и разработчиков Казантерсет. Потом они сказали, что все-таки да, они блокируют, признались в этом, и что нужно подписать некий договор. В итоге договориться двум сторонам до сих пор не удалось. А между тем подобные сервисы отслеживания автобусов стали пользоваться большой популярностью по всей Центральной Азии. Работают они везде по одной и той же схеме. Вообще система GPS-навигации работает таким образом, что на бортовое оборудование транспортное средство получает свои координаты от спутника и далее через мобильные сети передается на определенный сервер, который потом будет обрабатывать эту информацию с использованием карт. В Алматы и Шимкенте, например, популярностью пользуется сервис CityBus.KZ. Он также в режиме реального времени отслеживает передвижение общественного транспорта. Программа сама найдет нужный вам автобус. Все, что нужно для этого сделать – указать, откуда вы едете и куда. А еще мобильное приложение CityBus может заранее предупредить о том, что ваш автобус уже подходит к остановке. Оповещает сама программка пользователя о том, что автобус, нужный ему автобус подходит к его остановке. И когда я еду, я не знаю, например, где находится кинотеатр-экран. То есть, а мне надо оттуда доехать. Я на карте указываю, что мне надо выйти вот здесь. И, скажем, ставлю условие за остановку до прихода до местного назначения, чтобы телефон меня повестил. В дополнение к приложению разработчики установили на одной из остановок в городе Алматы электронное табло, которое покажет, какой автобус через какое время придет на остановку. Но и это не все. Также табло умеет говорить и оповещать народ о разных ЧП, например, землетрясении, и давать необходимые инструкции. Посредством этого громкоговорителя можно также передавать и голосовое сообщение, как в режиме реального времени, так и в виде записи. То есть, давая какую-либо информацию для населения. То есть, во время, например, сейсмовой тренировки, которая недавно прошла, чтобы народ, так скажем, не паниковал, потому что сирена завыла, далее шел текст, что, внимание, проводится общегородская сейсмая тренировка. Ну а если вы попали в беду, электронное табло также сможет вам помочь. На нем есть кнопка экстренного вызова. Нажимайте ее и связывайтесь с полицией или скорой помощью. Находится это полезное чудо техники в Алматы на проспекте Абая, угол улицы Байтурсынова, возле центрального стадиона. Человек стал жертвой, либо свидетелем какого-то ЧП. По тем или иным причинам он не может воспользоваться сотовым телефоном, либо таксофоном, да, грубо говоря. Все, что у него в сознании есть, дойти до ближайшей остановки и вызвать 112. Она подсвечивается, обозначена, что это вызов экстренных служб 112 с двухсторонней связью полностью. В Кыргызстане на прошедшей в сентябре неформальной IT-конференции «Паркэмп» также презентовали автобусное приложение для Бишкека, которое называется «Баский Джи». Это сайт и мобильные приложения, которые помогают жителям Бишкека выбирать, каким маршрутным такси или автобусом лучше воспользоваться. Приложение скачало уже более 12 тысяч пользователей в Бишкеке, однако в ближайшее время оно может появиться и в городе Ож. Правда, с помощью него нельзя посмотреть, где в данный момент находится нужный вам автобус, зато оно может работать и без доступа к интернету. Насколько я знаю, это единственное мобильное приложение, которое помогает людям найти маршруты общественного транспорта. И опять же, насколько я знаю, это первое мобильное приложение, которое содержит детальную карту Бишкека очень высокого качества, которой также можно пользоваться и офлайн. Загрузив приложение, вы можете без проблем пользоваться картами и искать маршруты автобусов без подключения к интернету. В Таджикистане подобных приложений и сервисов пока нет, однако и там от бдительного ока правительства никто не уедет. Уже сейчас в Душамбе закупают оборудование для слежения за автобусами по GPS. Это поможет следить за тем, все ли автобусы вышли на рейс, вовремя приехали на остановку и не случилось ли в дороге каких-то проблем. До конца года мы планируем, что две-три линии, насколько у нас будет возможности подключить, и со следующего года продолжить, конечно, для всех общественных транспорт. В общем, такая система приносит только пользу. Главное, чтобы скандалов на эту тему ни в Казахстане, ни в других странах Центральной Азии, больше не было. Разработчики сервиса Infobas KZ также настроены оптимистично. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится. Да, надеюсь, потому что, во-первых, погода меняется. Во-вторых, вот эти требования, их не последние, в принципе, мы готовы на них отреагировать. То есть, если надо сертифицировать, ну, конечно, это займет дольше времени, если действительно потребует сертификация. Вот, но с моей точки зрения, все эти требования можно было решать, не блокируя сервис. Ведь пока чиновники пытаются разобраться, кто прав, кто виноват, страдают обычные люди. Ален, а вот у тебя на телефоне есть Форсквейр? И часто ли ты чекинишься в разных местах? Ну, конечно, есть. Не сказать, чтобы часто, но так как в последнее время это стало модно, стараюсь идти в ногу со временем. Но вот создатели Форсквейр тоже стараются идти в ногу со временем и все время придумывают что-то новенькое для пользователей. Популярная мобильная геолокационная соцсеть Форсквейр решила, что миллиарды чекинов ее более чем 30 миллионов пользователей не должны пропасть зря. Поэтому сделала из них красивые 30-секундные видеоролики, на которых запечатлена разноцветная пульсация крупнейших мегаполисов планеты. Анимированные карты на черном фоне сделаны на основе чекинов пользователей в Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Франциско, Стамбуле, Чикаго и Токио. Люди заходят в сеть из разных мест, и категория каждой геолокации помечена соответствующим цветом. Дом – красным, кафе и рестораны – салатовым, учебные заведения – светло-желтым, магазины – оранжевым, транспорт – бирюзовым, офисы – темно-желтым, ночные клубы – синим, парки – лавандовым. А что, хорошая идея? И получилось очень красиво и креативно. Согласен. Кстати, видео вы можете посмотреть у нас на сайте matrix-deficit.tv А что еще интересного мы нашли в интернете, смотрите прямо сейчас в нашей постоянной рубрике «Найдено в сети». На нашем сайте, в рубрике «Конкурсы и гранты» почти каждый день обновляется информация о самых разных возможностях для тех, кто хочет проявить себя, попробовать свои силы и научиться чему-то новому. Каждый из нас талантлив и достоин признания. Главное – верить в свои силы и искать себя. А заниматься поиском и развитием собственных талантов лучше всего в творческой атмосфере, в кругу единомышленников, которые помогут советам, поделятся идеями и подскажут лучший путь к реализации целей. В нашей очередной подборке самых нужных и полезных сайтов ресурсы для развития творчества. Inspireme.ru определенно один из лучших сайтов на русском языке, посвященных креативу. Ежедневно здесь выкладываются примеры лучших работ в областях фотоискусства, иллюстрации, живописи, видеомастерства, архитектуры и даже айдентики так называемого корпоративного стиля, без которого сегодня не обходится профессиональная деятельность ни одного дизайнера. Зарегистрированные пользователи inspireme.ru могут делиться как своими работами, так и интересными находками других творцов, обсуждать их и оценивать. Познакомиться с другими членами сообщества можно во вкладке «Люди», а почитать полезные изречения знаменитых в рубрике «Цитаты». Креобокс.ру дает возможность развития фотографам, поэтам, прозаикам, музыкантам и художникам. Сайт очень прост. На главной странице вам предложат рубрики по категориям творчества и три работы на выбор. Новую, особую, которая чем-то отличилась от подобных и заслужила голоса пользователей сайта, и случайную. Вы можете выбирать понравившихся авторов и близких им по технике исполнения или тематики, а после регистрации также выкладывать собственные произведения и принимать участие в комментировании. Design.kg не оставит равнодушным дизайнеров и всех, кто так или иначе относится к этой сфере иллюстраторов, фотографов и художников. На этом сайте не просто делятся опытом и обсуждают проекты, но и регулярно проводят конкурсы и чемпионаты по дизайну, выставки и офлайн-мастер-классы, выбирают темы недели и решают профессиональные проблемы. Интересная особенность ресурса — онлайн-магазин, в котором представлены авторские работы кыргызстанских мастеров. Возможно, вы захотите что-то приобрести и поддержать дизайн в Кыргызстане, а может быть, попробовать сделать нечто подобное своими руками. LADOCHKI.UZ площадка для развития творчества, созданная мастерами из Узбекистана. Рукоделие всех видов и форм с подробными фото- и видеоинструкциями, советами, подсказками и описаниями. Их вы найдете в разделе «Справочник». Чтобы познакомиться с мастерами и их деятельностью поближе, зайдите в рубрику «Каталог мастеров». Уже готовые работы посмотреть и даже купить можно в рубрике «Витрина». Ну а задать любой вопрос, попросить о помощи или консультации легко в специальном форуме. Желаем вам яркого и продуктивного творчества. А если вы тоже знаете интересный и полезный сайт или сервис, вы можете поделиться им с нами. Для этого достаточно отправить ссылку нам на почту matrixsobachkainternews.kz У нас на этом все. Если что-то не поняли или не записали, ищите на сайте matrix.dkz.tv Новый выпуск программы ровно через неделю. С вами был Даньяр Даутов и Алена Цихоцкая. Пока! Аудиокниги «За» и «Против». Что это? Психиатрическая страшилка или просто еще один способ знакомства с литературой в любом возрасте и состоянии? Команда «Матрицы» разложила все по полочкам. Десять минут. Это много или мало для открытия собственного магазина? Алена Цихоцкая разбиралась в тонкостях создания магазина, в социальной сети Facebook и не только. Всевидящее око Википедии. Оно знает все и обо всех. Но интернет-энциклопедия не единственный инструмент Вики. «Матрица» расскажет, какие еще возможности таит в себе сервис и как ими пользоваться. «Матрица» 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 Субтитры подогнал «Симон»